Это очень сложная партия, потому что кажется, что оперет очень легкий жанр, но когда ты начинаешь его петь, ты понимаешь, что все не так просто, как ты думал, не так просто петь, не так просто говорить на сцене, все это другая специфика и требует определенных других навыков, которым приходилось приспосабливаться так за короткий период времени. Отдаваться театральной стихии, которая царит в таком произведении, как летучая мышь Штрауса, можно ловить себя на том и часто, что ты счастливый человек, счастливый артист. КОНЕЦ В эти 5-7 дней, в последние дни, когда уже мы вышли на сцену, последние репетиции раскрывались. Дарование артистов, которых мы знаем и надеемся всегда на то, что они будут расти, вот они и выросли буквально за эти недели в работе над сложными и очень увлекательными ролями, создавая характеры, которые обессмертило музыкальное творчество Органа Штрауса, его гениальная рука. Партия написана в большом диапазоне, здесь больше двух октав должен быть диапазон у сопрано, чтобы петь эту партию. Кроме того, разные тесситурные скачки. Конечно, технически очень сложная партия, и она требует очень много технических приемов. Нужно учиться быстро переключаться, и также переключаться с разговорной речи на пение, с пение опять на разговор. Конечно, это очень сложно, очень. Мы никак не могли к ней привыкнуть. Текст странноватый, скажем так. Все-таки советский перевод, он отличается от изначально немецкого, наверное, гладкого подходящего музыку. Но она так всем полюбилась и оказалась такой забавной. И плюс еще небольшие движения, как разводка действия. Все-таки она внесла такую изюминку в эту песенку. И мы ее все с нетерпением ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова